Сегодня мы расскажем вам о социальном мобильном приложении CanHelp, которое позволяет в нестандартной или экстренной ситуации попросить о помощи или оказать ее, а также оповестить об этом в специальной службе 010203. У нас в гостях президент компании Азимут Максим Викторович Демченко. Доброе утро! Здравствуйте! Всем доброе утро, счастья и добра! Давайте, Максим Викторович, поподробнее нам расскажете, как работает это приложение. Уважаемые жители Новосибирской области, хочу что сказать, что мы радостно презентовали приложение 11 августа 2018 года перед площадью на Киеве Победа. И мобильное приложение уже можно скачать на Android и на iOS. Мобильное приложение CanHelp, переводится по-русски, можешь помочь. Соответственно, безопасность семьи и детей, людей почти на возрасте, пенсионеров, людей с людьми, помощь людям с ограниченными возможностями данной функции уже реализованы в сервисе CanHelp. Если поподробнее, есть две рубрики. Я могу помочь, это когда человек говорит, что он стал очевиден, что он может помочь, да? И когда человек просит о помощи другого человека, соответственно, с помощью мобильного приложения Service CanHelp. Все очень просто, проходится регистрация. Регистрация очень серьезная по теме безопасности и обработки персональных данных согласно законодательству России. Соответственно, после регистрации появляется заставка, главное, и в вкладке «Я могу помочь» и «Может помочь». Во вкладке «Я могу помочь» реализованы три функции, которые можно применять. Функция «Помочь ребенку, помочь человеку» – это такая функция, очень значимая для всех нас, возможность помочь потерявшемуся ребенку найти своих родителей. Либо если человеку стало плохо и вы стали очевидцем, вы просто-напросто хотите сообщить в скорую помощь, а также и родственникам, родным. Вам нужно включить приложение CanHelp, выбрать функцию «Я могу помочь», если это человек почти на возрасте, пенсионер, помочь человеку. И поскольку у нас применяется технология нейронных сетей распознавания лиц по фотографии, каждый пользователь, когда регистрируется, он делает селфи свое при регистрации. И таким образом, чтобы помочь данному человеку и рассказать родственникам, что данному человеку нужна помощь и скорую помощь, вам просто нужно нажать в вкладку «Помочь человеку», сделать фотографию данного человека. Система скажет, человек в системе найден, регистрация проходила. Соответственно, что дальше делать? Если человеку нужно 0102.13, ставим галочку и после того, как сообщение будет отправлено, будет прямой вызов 101, 102 и 103. Ну, имеется в виду, что скорую помощь в полицию или в МЧС. Ну, смотря какая помощь нужна из экстренных служб. Если человеку из экстренных служб помощь не нужна, а просто нужно родственникам сообщить, то экстренные службы не выбираются, а записывается голосовое сообщение. И голосовое сообщение отправляется всем родственникам, кто зарегистрировался вместе с данным пользователем и настроен на оповещение. Кому приходят? Ну, приведу пример. Регистрацию прошла мама, папа, ребенок, соответственно, если... Ну, или пенсионеры, да, имеется в виду, бабушка с дедушкой. Ну, например, дедушке помогаем. Оповещение, родственники настроили, что приходит оповещение маме, папе. Ну, имеется в виду, что дано пенсионерам, ну, детям, да. И приходит всем пуш-уведомление. В пуш-уведомление что сказано? Сказано, можно прослушать голосовое сообщение, о чем обращается отправитель, да, о чем хочет сообщить. Второе, очень важно, это показывается геолокация, где находится отправитель. И третье, очень важное, это то, что если вы действительно понимаете, что с вашим родственником что-то произошло, вы можете еще и созвониться с данным отправителем. То бишь, при регистрации указывается свой высоковый телефон, и у вас появляется возможность, соответственно, позвонить и уже дальше пообщаться, да. Это очень важно. Очень важно, по примеру того, что экстренные службы трудятся в своей профессиональной деятельности. И когда происходят какие-то ситуации, экстренная служба помогает, безусловно. А родственники узнают, либо им приходится искать, ну, либо какие-то случайные, да, информации, которые проходят. Соответственно, а когда человек стал очевидцем, просто, ну, вот идет человек, хочет помочь другому человеку, стал очевидцем. Сделал фотографию голосовое, записал, уже он помогает, он сообщает всем родственникам, родственники уже могут действовать, да. Если тема ребенка, это вообще очень важная тема детей, соответственно, помочь ребенку с родителями, соответственно, воссоединиться, да. А если говорить про экстренные службы, то просто очевидец оперативней делает вызов. Ну, на 101, на 102, на 103. Ну, соответственно, когда ставит галочку. Галочка, что нужна еще экстренная служба. И уже сам сообщает в экстренную службу, что конкретно нужно. Далее мы еще и собираемся после согласования с МЧС, с медицинской службой скорой помощи 03 и с полицией еще и передавать информацию по отправителю и по тому, кому нужна помощь. Для того, чтобы шла максимально быстрая персонализация и идентификация, соответственно, того, кому нужна помощь и отправителя. Тот, кто сообщает о помощи, для того, чтобы быстрее обрабатывать информацию экстренным службам. Приведу простой пример. Если говорить про пенсионера, ему стало плохо, так человек звонит и говорит просто возраст и ориентировочный возраст и, ну, соответственно, пол. А если мы уже отправляем информацию в 03, ну, соответственно, это дальнейшие наши действия по взаимодействию с данными службами, то уже медицинская помощь увидит, что данный человек, да, соответственно, его идентифицирует. У нас также реализована медицинская карта. Мы можем сообщить резофактор, группу крови, рост вес, соответственно. Эту информацию мы можем также, ну, в дальнейшем передавать. И это, по нашему мнению, поможет более оперативно, соответственно, понимать, к какому пациенту едет, ну, к примеру, скорая помощь. Ну, если у скорой помощи уже есть информация по данному человеку, какие заболевания он переносил, она может посмотреть и уже, соответственно, оценить степень серьезности, ну, к примеру, если человек ранее переносил какие-то инфаркты или какие-то хронические заболевания. Эта информация нам не раскрывается, она нам неинтересна, но когда мы сообщаем в экстренную службу, конкретно кому нужна помощь адресная, да, там, Иванов Иванович, к примеру, да, соответственно, скорая помощь уже может посмотреть, ага, такой пациент, ну, проходил там по таким-то больницам, там, какие-то заболевания. Ну, соответственно, уверен, что это будущее, соответственно, уже, которое наступило, и просто нужно, ну, технологически дальше взаимодействовать. Ну, мы уже общаемся, консультируемся, но я уверен, что к положительной точке, знаменателю по данным вопросам придем. Но самое главное еще, что хочу сказать, что помимо родственников экстренных служб, еще и отправляется данное сообщение людям, которые находятся рядом. Ну, Молодя оказался рядом врач, просто, ну, он сейчас... Который зарегистрирован в этой системе. Да, 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 который, соответственно, зарегистрирован, оказался просто рядом, там, либо полицейский, либо спасатель. И просто, ну, на выходном, ну, он-то по призванию, соответственно, да, на человек, который помогает людям... Да, то есть можно приходить мимо и не знать, а раз... Ну, конечно, а тут пришел Пуш, он прослушал, ага, сориентировался, ну, и решил также поучаствовать в помощи другому человеку. Ну, по нашему мнению, это возможность людям ранее незнакомым, соответственно, вновь быстро среагировать и друг другу помогать. И мы проводили очень много опросов на эту тему, и я могу сказать с удовольствием, что опросы показали, что люди хотят помогать, и люди помогают. Вопрос в том, что всем хочется минимум времени, чтобы это было, соответственно, понятно, что нужно. И, естественно, человек находится в шаговой доступности. Мы реализовали принцип по геаллокации, сообщение о помощи другому человеку не приходит, когда человек находится один на правом берегу, другой на левом. Он приходит тем, кто находится рядом друг с другом. Сервис CanHelp, лозунг «Мы всегда рядом друг с другом». А если человек получил Пуш-уведомление, допустим, врач, ему там говорят, что в двух шагах от вас, а он операцию делает, он не может ему помочь, его не привлекут за неоказание помощи? Нет, конечно, это абсолютно добровольный социальный сервис. И вообще, какой-либо пользователь сам уже добровольно выбирает, принимает решение, помогать или не помогать. Приведу пример функции, помочь с машиной. После рекламы. После рекламы, да. Хорошо. Продолжаем рассказывать о социально-мобильном бесплатном приложении CanHelp. У нас в гостях президент компании «Азимут» Максим Викторович Демченко. Еще раз доброе утро. Что касается приложения для детей CanHelp Kids. Расскажу про приложения для детей CanHelp Kids. Поскольку у нас CanHelp – это вообще идеология, это помощь и безопасность семье и близким, родным и близким, мы сделали отдельное приложение CanHelp Kids. Все помним трагедию Царства Небесного всем, кто погиб в торговом центре при пожаре «Зимняя вишня». Очень много детей погибло, к сожалению, и всем светлая память. И вот по поводу CanHelp Kids конкретно расскажу, что мы сделали. Мы провели опрос, с какого возраста у детей уже появляются смартфоны. Опрос показал, что в больших городах современных детей с 6 лет смартфоны уже имеют. Соответственно, мы реализовали такое приложение CanHelp Kids. У него очень простой функционал. Одна функция без каких-либо регистраций, без каких-либо личных кабинетов. Просто одна функция. Записать голосовое сообщение, и оно пойдет всем родственникам, которые настроены в оповещении. Все. Все очень просто. Научить ребенка пользоваться таким приложением. То есть ребенку не нужно приложение CanHelp, ему нужно именно CanHelp Kids просто сказать, что случилось. И все. И как это функционирует? Родитель зарегистрировался в CanHelp, зарегистрировал в CanHelp, добавил в разделе «Моя семья» ребенка, сделал фотографию и указал возраст. Приложение понимает, ага, ребенок в возрасте от 6 до 14 в этом диапазоне, и появляется такой QR-кодик. QR-код нужно сосканировать, установив приложение CanHelp Kids, ну, с телефона, со смартфона ребенка. И все. Приложение сразу понимает, ага, что это ребенок, соответственно, что это ребенок к данной семье относится. И уже семья настраивает оповещение. Кто будет получать оповещение по своему ребенку, да? Соответственно, что мы еще очень важно сделали? Поскольку дети могут что-то попросить, ну, или там просто побаловаться. Мороженку хочу. Ну, конечно, да. Мы что сделали? Мы реализовали такой алгоритм действия, порядок действий. Ребенок записывает голосовое сообщение, оно идет сразу всем родственникам. Родственник любой, ну, кто первый отреагировал, слушает голосовое сообщение, понимает, что, ну, ребенок о чем-то просит, ну, соответственно, да, мирно, соответственно, бытовой вопрос жмет, разберемся сами. И это сообщение от ребенка не попадает в систему для всех пользователей. Если родитель понимает, что ребенку нужна помощь, он в опасности. А он далеко, кто-то может оказаться ближе. Да, 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 соответственно, мы что, уже родители видят и геолокацию ребенка, где ребенок находится, и что ребенку нужна помощь, родитель любой жмет кнопку «Нужна помощь», записывает голосовое сообщение с темой, о чем нужно, да, соответственно, людям сказать, что нужно сделать, что поможет. Голосовое? Голосовое сообщение с темой, что он уже позвонился, а потом уже созванивался. Вот хочу уточнить, извини, Саша, вот все-таки еще раз давайте скажем, что зарегистрироваться, чтобы, достаточно много информации собирается о человеке, то есть какой-то мошенник, там, не знаю, нехороший человек не зарегистрируется или если зарегистрируется, укажет полные данные? Нет. Или можно смошенничать? Ну, вот успокойте меня как мать. Успокаиваю вас как мама, мы по теме безопасности вообще на первое место эту тему поставили. Регистрация очень простая. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИННН. Он далее используется как логин, это как раз для того, чтобы исключить совпадение людей. Ну, если нужно, что два человека одинаковые данные. Выбывает, да, полные, тески там, и далее. Полностью, соответственно, идентифицировать пользователя, ну, ИННН, это статус налогоплательщика. И что еще очень важно, когда человек указывает ИННН, он подтверждает, что он житель и резидент России. Соответственно, на данной стадии мы реализовали таким образом, что приезжие, прошу прощения, без оскорбления кого-либо, злоумышленники, террористы и другие, соответственно, лица, которые по каким-то... Они не смогут зарегистрироваться. Как-то приехали и оказались на территорию России, у них возможности регистрации пройти нет, потому что они не резиденты. И самое главное, что еще и человек при регистрации делает свое селфи, свою фотографию. Это, ну, полная персонализация, соответственно, мы данные, естественно, обрабатываем, храним. Это очень важный момент, хочу уточнить, что храним согласно законодательству России, на территории России наши сервера находятся. И мы полностью соответствуем 152-му федеральному закону по обработке персональных данных. Чтобы всех успокоить, это тема number one для нас. Уже есть примеры, когда это приложение кому-то помогло. Сколько зарегистрировано уже участников? Регистрация уже более 300 человек, соответственно, что могу сказать, что официальный день рождения мы отметили 11 августа 2018 года на площади перед кинотеатром Победа. Мы приглашали артистов в местных коллективах, приглашали Хабиба, прилетал Хабиб, выступал, соответственно, концерт был. И с данной даты уже людям мы рассказывали. Пользуются уже? Ну, я могу сказать, что регистрируются, смотрят, вникают, соответственно, ну и набираем определенное количество. И дальше мы, цель наша какая? Мы участвуем в технопром 2018, это будет с 27 августа, соответственно, выставка в экспоцентре, куда приезжает президент. Соответственно, мы уверены, что мы с президентом пообщаемся, соответственно, встретимся, расскажем, поскольку сервис очень важен для всей России. А дальше мы понимаем, как адаптировать и для жителей во всем мире данный сервис и наполнять функциями новыми, естественно. К сожалению, времени у нас уже не остается. Хочется пожелать успеха вам и развития. Спасибо. Это очень хорошая тема. Спасибо. Дай Бог, что все получится. Удачи. Президент компании «Азимут» Максим Викторович Демченко был у нас в гостях, рассказываем о социальном мобильном приложении «Кэнхелп». Все, спасибо, всего удовольствия. Пользуйтесь, регистрируйтесь, ребята, и пускай наша семья будет в безопасности. Спасибо. Ради Бога.